Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Холм раннего бронзового века, обнаруженный в Западной Армении, станет туристической достопримечательностью. В Арсахе началось строительство нового поселка для вынужденных переселенцев. За землетрясением в Армении последовало более 110 авторшоков. В Ереване были ощутимы только 2-3. Эрдоган обвинил США в поддержке курдских боевиков. Россия регистрирует активацию спящих ячеек ИГИЛ в Сирии и Лаврентьев. В Ереване будут представлены экспонаты Шушинского музея ковра. Выручка от совместного концерта Национального академического и филармонического оркестра Армении будет передана в фонд 1000+. Согласно полученной информации, холм с комнатами и коридорами, относящимися к эпохе ранней бронзы, обнаруженной в результате раскопок в городе Боберт. Западная Армения три года назад станет туристической достопримечательностью. Курган находится в поселке Чильдемтепе, в 14 километрах от центра города. В этом районе были обнаружены многочисленные исторические образцы, которые были обнаружены в 2017 году как первоклассный археологический объект. У входа на холм начинается 30-метровый туннель, проливающий свет на историю. Комнаты и коридоры были обнаружены во время раскопок 2018 года на холме, напоминающем Порт-Ассар-Вурфе. Во время раскопок были обнаружены арочные архитектурные остатки, каменный туннель. На холме обнаружены наконечники копий из обсидиана, керамические изделия. В этом году планируется превратить исторический район в туристическое место. На территории между селами Астхашен и Патарас Киранского района Арцаха начались работы по строительству нового населенного пункта. Об этом Армен Пресс сообщила пресс-секретарь Министерства городостроительства НКР Марта Даниилян. Новый населенный пункт предназначен нашим гражданам, перемещенным из сел Астхирана, Жахацнер, Мошхат, Мадатаршен и Сыгнах. Новый поселок будет иметь общую площадь более 644 тысяч квадратных метров. Первый из 116 частных домов будет готов уже в ближайшие несколько месяцев. Строительство поселка завершится в декабре 2022 года. В частных домах, примером которых являются Агавнок, Шатакский, будет 2-4 комнаты. Все дома будут прилегающими земельными участками в 1500 квадратных метров. По соседству с главной дорогой будет построен рынок, сказала Даниилян. После землетрясения 13 февраля в Армении зафиксировано более 110 авторшоков. Как передает Армен Пресс, об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора ГНКО, Территориальной службы сейсмической защиты Сосмаркарян. На данный момент есть сейсмическая авторшоковая активность, однако она постепенно снижается. В целом, после произошедшего 13 февраля землетрясения в Ереване были ощутимы только 2-3 авторшока, отметил Маркарян. 13 февраля в 15.29 по местному времени в 8 километрах от Еревана было зарегистрировано землетрясение магнитудой в 4,7. Сила землетрясения в эпицентре составляла 6-7 баллов. Президент Турции Раджепте Пардоган обвинил США в поддержке курдских боевиков, которые, по словам Анкары, казнили 13 похищенных турок на севере Ирака, добавив, что заявление США с осуждением было шуткой, передает Реутерс. Накануне власти Турции заявили, что боевики запрещенной курдской рабочей партии казнили 13 турок, включая военных и полицейских. Вашингтон заявил, что осуждает убийство, если подтвердятся сообщения о том, что за них несет ответственность КРП. По словам Эрдогана, заявления США показывают, что они поддерживают КРП и сирийские курдские силы. США отказались участвовать в международной конференции по сирийскому регулированию в Сочи, хотя получили приглашение от российской страны. Как сообщает Роман Пресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистом спецпредставитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев. «Мы направляли приглашение нашим американским партнерам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ. В настоящее время американцы заняты внутренними делами и, видимо, еще не определились с линией на сирийском направлении», — отмечает он. Лаврентьев также сообщил, что Россия фиксирует активизацию спящих ячеек ИГИЛ в Сирии. По его словам, договоренности с террористическими организациями, действующими в Сирии, исключены. Нацеленность на их полное уничтожение сохраняется. В Ереване будут представлены интересные экспонаты музея Ковров-Шуши. Как передает Армен Пресс, выставка Ковров-Шуши откроется 20 февраля в Национальном музее Институте архитектуры имени Томаняна. Ковры из личной коллекции основателя музея Вартана Асцатряна из Шуши. Они вывезены 1 ноября прошлого года. Самому старому из представленных образцов 350 лет. Национальный академический хор Армении и Национальный филармонический оркестр Армении выступят с благотворительным концертом в память о героях, погибших в Орцахской войне. Выручка от концерта будет передана в фонд страхования солдат 1000+. Как сообщает Армен Пресс, концертный вечер, который проведет художественный руководитель и главный дирижер армянского филармонического оркестра Уванес Чикиджан, состоится 17 февраля в концертном зале имени Арама Хачатуряна. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Сахмос» и «Эрк Чахумб». «Сахмос» и «Сахмос» и «Сахмос» и «Эрк Чахумб». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!